всем огромный привет добро пожаловать на канал пара нот сегодня распаковка нового аромата презентация нового аромата и делюсь эмоциями от тестирования от знакомства с другими ароматами ну в общем обо всем понемногу оставайтесь со мной недавно мы с мужем провели такой просто набег на киевские магазины честно говоря провели там большое количество времени получили массу позитивных эмоций естественно муж под конец уже подустал и начал сдавать свои позиции я держала это конца ну обо всем поподробнее итак начнем с моей хотелки о которой я уже рассказывала это аромат апперитива от русарди прекрасный утонченный красивый миндальный пудровый аромат невероятно женственный притягательный не разочаровал нисколько опять я тестировала его стойкость прекрасная все меня устраивает меня не устраивает цена к сожалению цена поднялась на порядок за время моего последнего тестирования этого аромата и честно говоря на меня это очень очень расстроило потому что я ожидаю появление его все-таки интернет магазинах я ожидаю все-таки каких-то скидок на этот аромат а вместо этого цена взлетает вверх к сожалению этот аромат представлен только в сети брака здесь в украине и в другом месте не представляется возможным купить этот парфюм но по-прежнему я его хочу и советую к тестированию попробуйте те кто любит миндальные ароматы он очень красивый очень красивый утонченный женственный прекрасный аромат далее мы заходили в бутик ван клифф энд арклс насладились так сказать прекрасными украшениями и я протестировала новый аромат ну как говорит фрагрантика это аромат 2020 года фотографию которые вы видите на экране сделали мы сами аромат прекрасный сбалансированный очень стойкий мягкий это же время такой знаете притягательный я особой такой миндальности ярко не слышала то есть миндаль там запрятан хорошо ну тем не менее аромат красивый и я тестировала на коже и мой муж и раскрылся он конечно на его коже красивее потому что у него горячая кожа но этот аромат понравится тем кто любит бакара рушь это еще один аромат по мотивам бакара рушь 540 скажем так потому что где-то через 40 минут через час этот аромат на коже выдал вот эту самую дистой ну по крайней мере на моей коже он уже он так и звучал очень красиво ему он понравился я конечно не сложные отношения с бакара рушь поэтому этот аромат не стал моей хотелкой ну то что он красивый это однозначно удачная новинка в анклифф эндерплс молодцы респект также тестировала аромат орхидея тоже понравился сладкая шоколадная древесная орхидея не могу сказать что я влюбилась в этот аромат но очень даже ничего очень даже ничего вот если где-то попадется этот аромат по хорошей цене то я бы хотела тоже нет его себя далее мы в магазин зашли где тестировали ароматы александр джей джей О новой линейке Александр Джей рассказывала Карина на канале Алиса Блэк, я думаю, что многие видели, тестировали красный аромат, я не буду называть название, тестировали мускусный белый аромат, прекрасный, мягкий, окутывающий, такой женственный, обволакивающий. И, как ни странно, мне понравился аромат в голубом флаконе, очень красивый, мне там слышатся гиацинты, по-моему, там их нет, но вот я слышала такую легкую гиацинтовую, изящную ядовитость, очень красивая, моему мужу он не понравился, вполне возможно, он устал и уже начал сдавать позиции. Также я тестировала Амуаж Мимоза, мне понравился этот аромат, однозначно идут в мои хотелки. И все-таки я неожиданно для себя сделала свой выбор. И выбор этот аромат Тулай Тула от Маджа Бакалин. 120 мл, огромный флакон, но все-таки консультант, девочка, убедила меня взять большой флакон, потому что маленький 50-мл флакон, не такой красивый, не такой колоритный. И она мне сказала, чтобы не жалеть, надо браться до 20 мл. Поэтому вот такая вот красота теперь у меня в коллекции. Что же в этом аромате для меня наиболее ярко звучит? В этом аромате я слышу миндаль, однозначно он миндальный. Миндаль достаточно цианидный, достаточно яркий. Это не мягкий, не спокойный, это не аперитива от Труссарде и не Тардес от Корнер Барселона. Здесь миндаль такой достаточно звонкий. Я слышу анис. Вот может быть в сочетании с анисом этот миндаль как-то немного звенит. Я слышу вишневость, хотя здесь не заявлено вишня, а заявлен вишневый цвет. Но определенно какая-то вишневость есть в этом аромате. Этот аромат заявлен как замшевый, то есть фактически. Это орехово, кожано, анисово, вишневый аромат. То есть сочетание несочетаемого. Я слушала такие, в принципе, тривиальные ароматы. Я слышала понятные ароматы, слушала. В итоге выбрала абсолютно такой, знаете, провокационный аромат. Потому что действительно здесь сочетается несочетаемое. И этим он меня и пугает, и притягивает одновременно. Я думаю, что парфюмерные любители поймут, о чем я говорю. Крышечка деревянная, ручной работы. И флаконы тоже гладкие в виде камушка. Все отшлифовано просто гладко. Я не могу сказать, что этот флакон очень удобно держать в руках. Но то, что это произведение искусства, это определенно так. Итак, я, конечно, еще буду возвращаться к этому аромату, рассказывать о нем, безусловно. Но сейчас, на данный момент, вот сейчас на моей руке, раскрылся анис, орехи. Вишневость как-то ушла на второй план. И начинает пробиваться белая замша. Я полагаю, что этот аромат должен отстояться в дороге, должен успокоиться. И очень хочу, чтобы у нас с ним случилась любовь. Потому что сложные ароматы, ароматы, которые будоражат, ароматы, которые заставляют о чем-то думать, они, как правило, цепляют, и цепляют они надолго. То есть они попадают в самое сердце. Вот такой мой короткий обзор прекрасного аромата, который я приобрела. Я очень надеюсь, что я не пожалею о своем выборе. Спасибо вам всем за внимание. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Всем желаю счастья, гармонии, любви. До новых встреч на канале Паранод. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok